Всем привет! Ну что ж, поиграл я в полную версию Anthem, закончил основную кампанию, а также побывал в трёх стронхолдах. Я всё ещё планирую догощаться 30-го уровня и посмотреть, что из себя представляют легендарные вещи, но это уже в другой раз. Давайте всё-таки начнём. Визуально игра выглядит красиво, но за красоту приходится платить, и при настройке графики я столкнулся с тем, что как бы я не крутил настройки, фпс не особо меняется. Посмотрел, что пишут в интернете. Выяснилось, что фпс хромает не только у меня, и это общая проблема, независимо от того, топовая у вас видеокарта или нет. Если что, я говорю про геймплей в открытом мире. В городе вообще все ядра процессора загружаются на 100% без особой причины. Визуальные гличи и баги. Их просто куча, вплоть до того, что когда проходишь рейд или сюжетную миссию, некоторые двери просто-напросто не открываются, и приходится делать рестарт. Также проблемы не обошли стороной звук. В определенный момент он пропадает, единственное решение – это перезапуск игры. Сюжетная кампания, она ничем не примечательна, хотя первое, о чем я вспомнил, когда её проходил – это NFS Most Wanted, когда наш ГГ был классным парнем, потом что-то произошло, и мы попали на дно, а потом всю игру растём и становимся легендой. Хотя стоит отдать должное, что тут персонажи живые в отличие от того же Destiny, но общение с ними сделано намного хуже, чем в трилогии Mass Effect. Хотя, кого я обманываю. For Tarsis – это сборище сумасшедших, особенно после общения с несюжетными персонажами. Загрузочные экраны остались такими же долгими, как и были. Здесь, увы, вы ничего не можете сделать. SSD не SSD – один фиг. Они будут составлять примерно 30% от всего вашего времени в игре, что сбавляет динамику происходящего и портит общее впечатление. Если говорить про геймплей, то если вы играли в бета, то вы видели всё. Весь контент интересен, когда вы встречаетесь с ним первый раз. Это касается врагов и лута. То есть, выбили вы скилл, а в дальнейшем этот скилл будет таким же, как на первом уровне, так и на двадцатом. Различие будет только в наносимом уроне. С оружием такая же ситуация. Вы выбиваете определенный архетип, а дальше идет просто увеличение его урона. А арсенал у нас, мягко говоря, не самый большой. Короче, вариативность в этой игре страдает. Особенно в течение 10-часовой кампании, в которую решили впихнуть квест, который завязан на гринде в стиле убийство кабанов, использую 50 раз ульту и прочее. Сама по себе сюжетка заканчивается на уровне двадцатом. И у вас десять уровней, чтобы развлечь самих себя. Тут я решил сходить в стронгхолды. То есть, так называемый эндгейм-контент. Шахту с пауком вы уже видели. Следующая миссия является копиркой финальной сюжетной миссии. И главное отличие, что мобы толще и бьют сильнее. Получается так, что две трети эндгейм-контента вы уже видели. Хотя эндгейм-контентом назвать это сложно, так как по длительности они не больше страйка в Destiny. Пару слов о микротранзакциях. В игре есть различные дейлики, очень крутая система достижений, а также система альянса, которая позволяет зарабатывать коины, за которые можно покупать внешку. Но главный вопрос, когда закончатся челленджи, хватит ли дейликов, чтобы игрок чувствовал себя комфортно? Думаю, вопрос остается открытым. Подводя итог, хочу сказать, что игра красивая. Но главная проблема заключается в том, что настает момент и игре просто нечем удивить. Все повторяется, враги повторяются, шмот один и тот же. А это я еще даже не доключался до 30 уровня. У меня такое ощущение, что я играю в лутер-шутер без лута и мотивации продолжать этим заниматься. Все выглядит очень сыро, как в техническом плане, так и в геймплейном. Если техническое состояние позволяет вам погрузиться в игру, то геймплей не может удержать игрока. И после 20 часов игры я не хочу в нее возвращаться. Поэтому, если вы думаете брать Anthem на релизе, то я категорически не советую этого делать. А на этом у меня все, с вами был Evil, всем пока!